Всем привет! Я сегодня хочу записать видео-отзыв о прохождении марафона Ольги Валяевой, как общаться с мужчинами. Конечно, хотела записать видео-отзыв на фоне зеленого сада, цветущей травки, но погода внесла свои коррективы. У нас сегодня зима, зато мороз и солнце. День марафона. Порядка трех лет назад я участвовала во втором и третьем потоке как раз первых марафонов Ольги Валяевой. И, конечно, те результаты, которые я получила тогда, они меня очень вдохновили на участие сейчас. Тогда я смогла выйти в первом марафоне, смогла выйти из глубокой депрессии, потому что мы не так давно на тот момент переехали в деревню из города моего любимого Санкт-Петербурга, где остались у меня все мои родственники, друзья, знакомые. Здесь нам было особо не с кем общаться, то есть было очень мало друзей. Потом умерли бабушка, дедушка, и я была в таком достаточно тяжелом состоянии. Муж был целыми днями на работе, и поговорить было не с кем. Тогда марафон был для меня спасением. Второй марафон, в котором я участвовала, это был марафон по призванию. И благодаря ему буквально уже через неделю я обучилась на ведущего праздников. И вот уже три года провожу эти праздники и здесь, в деревне, и в город мы выезжаем с подругой, вместе проводим. Это очень здорово, потому что и деткам нравится, и всем гостям нравится, и мне главное нравится, что я наконец-то нашла то дело, которое меня вдохновляло. Также я обучилась параллельно с этим на помощницу в родах, и готовлю девочек. И совсем недавно на тренера по женской славянской гимнастике. Мне это очень нравится. И вот буквально недавно, начав обучение на ведическую астрологию основы, да, я была очень удивлена, что у меня именно в карте это и было прописано, что именно как раз такие направления, как связанные с родом, с традициями, с женскими какими-то телесными практиками, это и есть мое основное предназначение. Вот так вот, казалось бы, очень легко, ненавязчивый марафон три года назад помог, собственно, очень верно выбрать эти направления, чему я несказанно рада, и по сей день благодарна за то, что я вот тогда поучаствовала, и за то, что как раз Ольга и Алексей проводили этот марафон. И поэтому, конечно, жизнь в деревне вносит свои коррективы, здесь очень много работы, да, как дома, так и в саду, в огороде, да, у нас сейчас на данный момент трое деток, как раз вот две доченьки и сынок. Вот и сынок как раз пришел тоже к нам после марафона, мы долго его ждали, вот. И может быть тоже благодаря марафону или нашей такой вот наполненности, да, к нам он наконец-то пришел. И я заметила просто, что вот это все очень сильно перетянуло мое внимание, да, и внимания мужу стало все меньше и меньше. Поэтому периодически стали возникать какие-то претензии друг к другу, да, нехватка сил. И я поняла, что как-то надо этот вопрос решать, потому что уже вплоть до того, что вот еще совсем недавно до марафона уже была готова чуть ли не идти, подавать на развод, несмотря на то, что у нас трое детей. Вот, потому что отношение совсем, ситуация накалилась. И, ну, опять же, благодаря, может быть, астрологии я поняла, что у мужа просто идет очень тяжелый период, и он еще будет длиться год, и это помогло, наверное, остановиться в какой-то мере и не идти, не ломать дров, не подавать на развод, да, начать искать, как же, как же смягчить это все, и как же вернуть отношения в былую радость, любовь. Вот. И тут буквально сразу же пришло приглашение о участии в марафоне, как общаться с мужчинами. Естественно, я, не задумываясь, понимая, как помогли те предыдущие два марафона три года назад, не задумываясь записалась на этот марафон, с радостью его ждала и нисколько не пожалела, потому что каких-то всего два месяца, да, два месяца вроде не тяжелой работы, то есть какие-то задания для меня были легкими, потому что, ну, я думаю, что это благодаря тому, что вот моему участию в тех марафонах, да, что-то я уже успела проработать, да, потому что часть заданий была направлена на себя, да, и вот эти задания мне как раз давались легко, потому что все эти знания, опыт, которые я получила от предыдущих марафонов, я уже применяю в жизни, да, то есть я научилась просить о помощи, я научилась, ну, просто быть женщиной, да, где-то быть мягкой, уступчивой, гибкой, вот, поэтому эти задания давались легко. Некоторые задания давались посложнее, ну, даже несмотря на то, что мы на недельку уезжали без мужа в гости к бабушке, да, какие-то задания не смогла прям напрямую с ним поработать, ничто не мешает сделать их сейчас, да. Вот, тем не менее, марафон дал свои результаты, хотя вот он совсем недавно закончился, но я уже вижу эти результаты, да. Мы перестали ссориться вообще, да, то есть для нас, вот, для меня и для мужа люди достаточно вспыльчивые, наверное, вот я считаю, что это самый, наверное, большой плюс марафона и самый большой итог, удача его в том, что я научилась вовремя тормозить, да, то есть когда начинается какой-то спор, да, не уйти дальше, не цепляться, не уходить в споры, в ругань, а именно вовремя затормозить и, может быть, даже иногда перевести в шутку, вместе посмеяться над какой-то ситуацией и дальше принять уже взвешенное, спокойное решение. Вот, это вот самый, наверное, большой плюс, да, ну, естественно, после того, как того, что, как бы я теперь точно убеждена, что ни на какой развод я ей подавать не буду и что мы вместе всё преодолеем, и главное, что нам хочется дальше, мы поняли, что мы всё-таки готовы дальше идти вместе и готовы вместе над этим работать. Что ещё я хотела сказать, да, и стало больше принятия, муж стал больше проявлять заботы обо мне, более внимательным стал. И знаете, вот, прям не побоюсь этого слова, да, вот для меня марафон — это как волшебная палочка, как тогда был, так и сейчас, и я очень благодарна Ольгу Алексею и всей команде за то, что они это делают, потому что действительно это волшебный марафон, я всем, конечно, посоветовала бы участвовать, он очень в лёгкой форме проходит, то есть он так, знаете, по-женски, вот лично для меня я поняла, что для меня всё равно нужны какие-то рамки, но при этом важно чувствовать, что есть свобода, да, и вот, допустим, то, что можно выставить любое время, участие, когда вот ты будешь писать отчёт, да, и при этом знать внутренне, просто знать, что у тебя есть возможность пропустить один день, да, ничего от этого не случится, да, или там несколько дней подряд, если какие-то ситуации возникли. И вот само это понимание, что вот ты свободен, но при этом есть какие-то рамки, даёт очень такую лёгкость, да, и женственность этому марафону придаёт. Также, конечно, вот эта практика благодарности каждый день, просто вот тогда для меня три года назад было открытием, насколько сильно меняется фокус зрения, да, сейчас это для меня, конечно, уже не было открытием, я очень ждала, потому что это всегда классно, когда ты смотришь на свой день и ищешь какие-то положительные моменты, и тогда меньше обращаешь внимание на какие-то, может быть, мелочи, маленькие мелочи какие-то, которые происходят, такие негативные, да, вот, то есть больше позитива и, соответственно, радости и мира вокруг счастливее, да. Также муж вот устроился на работу, он теперь работает, всё у него теперь хорошо, и это тоже плюсом стало к отношениям, да, потому что муж занялся тем, что ему нравится. Также, конечно, есть очень классная штука цели, но вот лично у меня вот цели, основные цели на марафон почему-то так срабатывают, что во время марафона вот именно они, вот те цели не работают, да, на них не хватает времени. Например, вот такая цель, как я ставила на этот марафон, 10 освоить, 10 новых рецептов, вот именно во время марафона у меня никак не получалось, я скачивала рецепты, я закупала продукты, ну, вот, не складывалось. Но как только марафон закончился, всё, как бы, я вот сейчас осваиваю новые рецепты, ну, может быть, так, это вот моя личная особенность. Это тоже здорово, что можно такими маленькими шажками идти к какой-то большой цели, да, а вот эти большие цели, там, 100 целей, вот лично у меня вот и на тех марафонах, и на этих практически 100% срабатывают, не исполнили за эти два месяца только те цели, которые были изначально долгосрочными, да, которые, ну, просто физически не могли исполниться за два месяца. Но уже даже в этих целях есть подвижки к скорому их воплощению. Поэтому я ещё раз хочу сказать, что марафон – это волшебная палочка. Не бойтесь, идите, работайте. Это действительно работает, это действительно помогает, это даёт как минимум позитивный заряд энергии, как минимум такое вот время женской силы, когда ты в одном потоке с другими девочками, можно читать другие отчёты. Это очень здорово. Присоединяйтесь, всем желаю удачи, счастья и мира в семье. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok